всем привет меня зовут инга и я рада вас приветствовать на своем канале это видео такое у меня небольшой экспромтом потому что сейчас просто дикой новогодняя суматоха и я толком не смогла подготовить полноценный видеоролик но я бы хотела подвести свои маленькие итоги о своих проектах в этом году я вчера набросала маленький сценарий я буду немножко подглядывать потому что сейчас у меня в голове просто такая предновогодняя каша еще и даже ни одного подарка не купила с ними родителям уже никому вся в работе вся в работе и поэтому такое видео будет немножко скомканное но я постараюсь сделать его красиво и так этот год у меня был достаточно насыщенным на разные виды съемок особенно мне понравилась одна из моих вообще любимых съемок в этом году это было качель работала из ксении с кем была съемка в моем самом первом видео вы можете прийти по ссылочке и посмотреть также идея была ксюшина как вообще родилась то идея на мне скинула фотографии сказала инга это реально сделать где-то как же почему нет все можно сделать и через наверное где-то месяцев пять мы воплотили эту идею изначально нас локация должна была быть филимская бухта потому что мы хотели сделать над морем качель но там в этом году просто был такой поток туристов нашу область что просто мы это физически не смогли взять мы просто вот люди на людях лежали и второй момент был это заказ техники чтобы подвесить качель было бы еще дороже а так нам вышло четыре с половиной тысячи час чтобы вот подвесить качель результат будет каждой съемки в закрепленном комментарии поэтому вы можете посмотреть следующая съемка рыцарь ну а такой съемки я мечтала уже годами я дала объявление о поиске моделей и катерина откликнулась на мою заявку назовем так мы с ней договорились что мы будем снимать по моему в марте мы снимали что когда именно уже снег сойдет не хотелось вот именно зимнего хотелось такой весенний серости нас в области достаточно нормальное явление я нашла молодого человека он сдает свои доспехи в аренду нам он стал свои доспехи за три тысячи рублей в комплекте было кольчуга наплечники там наколенники шлем меч щит топор в общем там было очень много всего а этот портфель весил порядка 20 килограмм и я это все несла на себе это было незабываемо также у нас был огонь с огнем не помогала все тоже ксюша ксюша у меня везде и как вы видите результат он просто превзошел все мои ожидания и также эта работа была опубликована в зарубежном журнале следующая съемка это исполнение моей очень давней мечты я давно мечтала по фотографировать под водой и вот этот момент настал мы разговаривали с алексей и как она сказала что я так хочу пофотографироваться под водой мне так нравятся вот эти движения пластичные я тоже игра всегда мечтала и мы как-то с ней переглянулись и сказали блин а почему бы не съездить я занялась поиском студия но я знала студии в москве и решила посмотреть а нет ли в санкт-петербурге и воля я нашел в санкт-петербурге мало того что она дешевле так и достаточно очень хорошие хозяина студии я ему объяснять ситуацию что мы из клинграда вот так и так вы нам все объясните покажите и все я забронировала студию потом мы купили с олесей в декабре билеты и феврале мы уже были в санкт-петербурге из одежды я везла только красные боди красную юбку то есть мы отталкивались от образов соответственно по нашему багажу багаж у нас был стандартная ручная кладь а второй наряд олеся взяла уже в прокате и потом была съемка под водой уже осенью потому что мы ездили летали я уже летала я уже с оксаной и там мы уже делали русалочку тоже я очень прям под впечатлением прямо этот год не подарил такие две прекрасные фотосессии под водой результат все там же под видео об этой съемке я вообще не знаю как рассказать вам это царевна лебедь крылья и кокошник я брала в аренду у девушки мы поехали фотографироваться 5 января скажу так я когда дико заболела у меня с него лопатку ягодицу я в общем села такая вот ехала место съемки у нас было парк виштенец тот кто знает это на границе с литвой и польшей это за 150 километров от города калининграда платье я купила в секонд-хенде за 300 рублей и все мы с ольгой поехали на эту прекрасную съемку чтобы вы понимали снега не было но именно тот день в то время когда мы начали съемку начал падать крупный снег это просто было божественно и потом эту съемку я отправила в зарубежный журнал и мы забрали обложку как вы видите иногда своим дфп даже проекты я могу воплотить в реальность и даже отправить их на публикацию следующая съемка пилот это была неожиданная съемка для меня потому что ко мне обратилась девушка и она хотела вот повторить образ пилота который я делала еще чуть ранее вот с ольгой но она сказала что костюм будет ее вот она хочет только по маячки которые вот у меня есть я договорилась с ним все мы договорились отдать и место мы выбрали первое это аэропорта 2 кто знает это немецкий аэропорт у нас в городе находится но когда мы туда приехали нам охранник сказал что у нас не пустит к самолету и вообще как бы идите отсюда мы конечно расстроились и я вспомнила что я видела еще такой самолет на одном из частных аэродромов мы позвонили забронировали но уже через несколько недель потому что девушка оказалась на настоящий пилот и вот настал день съемки погода нам боговолила было прям как я люблю такие тучки в то же время солнце и съемка прилетела просто на одном дыхании и самое вообще милое и что мне понравилось на спустили в кабину самолета я посидела за штурвалом увидела все эти кнопочки это невероятно поэтому тоже это одна из моих таких интересных съемок за этот год прошу прощения телефон вышел из чата так про следующую съемку я не знаю как вам рассказать я еще толком не изучила подробно правила youtube тут говорят некоторые слова нельзя употреблять поэтому давайте чуть-чуть завуалирую в общем эта съемка бывает виктории я искала я искала модель для съемки в краске красного цвета назовем это так значит виктория откликнулась на эту скажем так вакансию и я начала скупать всю краску городе краска обошлась 3000 рублей и чтобы она была немножко гуще и и было побольше я еще разбавляла ее жидким мылом снимали мы у меня в студии снимали мы порядка трех часов это было невероятно я была ассистентом и фотографом одновременно модель отмылась быстро с помощью важных салфеток и студию я убрала тоже достаточно быстро примерно за полчаса и эта серия ушла в канадский журнал и тоже забрала обложку то есть вы видите я прям в этом году у меня прям был очень такой плотный улов на журналы и на обложке результат я тоже оставлю в закрепленном комментарии посмотрите оцените это правда на того стоит вдохновлялись мы рекламы кори короче какой-то девушка американская не знаю какой зовут уровень моего познания и также фильмом американский психопат люблю этот фильм мне он очень нравится следующее это тюльпановое поле но скажу так я это съемку мне нравится тем что с нами больше там произошло результат мне тоже нравится но он не прям такой вах как я всегда какая-то меру рассказывала предыдущих ксюша не в обиду тебе просто мне понравилась наша с тобой история на этой съемке в общем у нас есть питомник и там есть тюльпановое поле в прошлом году вход на него был бесплатный я не попала в том году на него и когда говорят бесплатно естественно люди наверное там вообще все вытоптали я так думаю и с этого года вход на него стал полторы тысячи рублей но на эти полторы тысячи вы могли набрать 100 тюльпанов и также это проход для двух взрослых и одного ребенка если на память не изменяет и вот мы с ксюшей значит поехали я из выбрала образ с красной шляпой широкой которую я шила в ночь 31 на 1 января когда ругалась с мужем и красное пышное платье от у него шила мама мы приехали а небо уже было такое затянутое я говорю ксюша я знаю дождя не будет мы начать фотографируемся где-то полчаса и тут понимаем что все люди так быстренько с поля так уходят а я горюк сушки дождя не будет туча ща пройдет и мимо просто фотографируемся фотографируемся и просто резко ливень темно град мы бежим я прячу технику ксюша это платье со шляпой несет мы добежали до какого-то ангара я была полностью мокрая ксюшка полностью мокрая мы вот подождали пока закончится дождь и пошли дальше фотографироваться а было солнце вот вы не поверите было вот все фиолетово потом минут где-то 20 и просто ни одной тучки лето прям ну это май был но прям вот было прям как будто вот дождя и не было и ни одной тучки а на самом деле в этом году у меня было огромное количество крутых фотосессий которые покоряли зарубежные журналы просто ваши сердца но я для себя выделила вот эти семь которые мне запомнились которые греют мою душ можно это так сказать я прошу других моделей не обижаться мне с вами приятно работать я ваши съемки тоже люблю поэтому и я просто некоторые уже просто физически не успею не успевала вставить и так как бы ролик получается очень длинным но я вас всех люблю вы мне самые замечательные не обижайтесь меня чтобы не попали может быть мы попадем в следующем году с вами я вам это обещаю я надеюсь что следующем году я создам свой сайт снова потому что я запустила и два года не занималась своим сайтом я его в общем потеряла уже ничего не вернуть к сожалению так что я буду заниматься этим снова что я хочу вам сказать спасибо что были в этом году со мной благодаря вам я стала тем кем я сейчас являюсь на данный момент без вас я бы этого не смогла я хотела открыть бутылку шампанского но тоже чуть почитала что алкоголь распить как бы нельзя я думаю ладно не буду рисковать поэтому мысленно я поднимаю бокал за вас и надеюсь что следующий год нам принесет больше интересных проектов точнее я смогу все реализовать то что я задумала хочу вам пожелать терпения при работе со мной здоровья при работе со мной главное вашего энтузиазма чтобы было столько же как и у меня а если вам вообще то я вам желаю семейного благополучия как это не странно здоровье потому что мы сейчас живем с вами в очень сложное непонятное время ну и самое главное я этого всем желаю я желаю вам денег которые вы заработаете честным путем и которые вам принесут то благополучие которое вы хотите заслуживать ну что же увидимся в новом году в новых видео пока пока и с новым годом